Друзья мои, ну что, мужик сказал, мужик сделал. Находимся, ребята, сейчас мы в Солнцевском ЗАГСе, города Москва, где пойдем, подадим заявление уже, чтобы официально узаконить наши отношения с Леной. Соответственно, как обычно, вам все покажем. Оставайтесь с нами. Здравствуйте. Это камера. Ничего страшного. Раки, состояние ранее? Нет. В общем, вам необходимость действия о расторжении брака. А где я возьму? Если я никто не женат на его. Мы уже будем брать. Нет, так где его, посмотрите. Ну, паспорт же чистый, видите? Ребята, в первый раз, как на духу говорю. Короче, ребятки, Лена чудит. Ей, как обычно, больше всех все надо. Придумала, что я когда-то был женатый и заводит в заблуждение работников ЗАГСа. Нет, ну ей смешно. Смешного ничего не вижу. Лена, что смешного, скажи? Вот ты, что ты... Потому что это документ. Какой документ? Вот просто, ребята, начинать семью с вранья. Никогда не начинайте. Не знаю пока, что делать. Если сейчас заявление не примут, я в ЗАГС больше не пойду. Попытка номер два. Я так понимаю, что вы ранее враги не стояли. Откуда такая информация? Ну, вот девушка показывала на фотографии. Почему верьте девушке? То есть, девушке не стоит доверять? Ну, нет, вы выйдете, паспорт чистый, чистый. Под вашим документом нормально? Это может быть и чистый. Я вам задаю вопрос. Вы не состояние ранее враги? Нет. То есть, девушка вводит на заблуждение? Получается. Девушка, когда предупреждаю, что если ранее ваш брак стоял в браке, и брак не прекращен, этот брак может быть из-за недействительного. Понимаешь, делов-то? Вот, поэтому, если вы не стояли в браке, вам тот бланк заявления, вы его заполните. Собственно, ручка напишет, что вам в браке не состояли. Спасибо. Ну, все, ребятишки, 350 рубликов, и часть у вас почти уже в кармане. Идем оплачивать госпошту, мы будем писать заявление. Довольна так от этого сомнения? Ты довольна? Фонтанируй ты. Захомутала мужика, идет довольна. Друзья мои, ну вот этот заветный талончик в счастливую семейную жизнь. Ребятки, еще раз хочу сказать, до 30 лет не делайте этого, не делайте. А после 40 уже можно. Но опять же, при том условии, если вам встретится такая же красивая, симпатичная девушка, как мне. Да, Лен? Скажи, Чань. Да у меня слов нет, понимаешь? Ну ты вообще-то счастлива, нет? Ну скажи. Ты такие вопросы сдаешь, а? Не, а почему я тебя спросить не могу? Я что, не в магазин иду, а в ЗАГС? Ну Владик, ну не понравится, разведемся. Слушайте, действительно не понравится, разведемся. Поясню для тех, кто на бронепоезде, почему я говорил, что я раньше никогда не был женатый. Дело в том, что все, кто имели регистрацию в Москве, их просто пробивают по компьютеру и все. А те, кто приезжие из региона, требуют какие-то бумажки, писульки. Ну и поверьте, может затянуться очень надолго. Поэтому проще сказать, что не женаты и голова не болит. А они там пускай, потом что хотят, пробивают, там еще делают всякие там свои процедуры. Ну я же знаю, что разведенный, у нас я разведенный. И документы у меня о разводе и имеются. Ну мы бы хотели на лето. Ну это большое. Конец июля, начало августа. Я бы вообще хотел сейчас жениться, а то Лена мама ругается, что живем вместе без паспорта. Без штампа в паспорте. Вы торжественная регистрация? Нет, торжественная. Тогда это только пятница в субботу. Как-то, ну чтобы красиво было хотим. Нет, давайте с ведущей, с музыкой. Гулять так гулять. Все-таки первый раз жаримся с Леной. В чем плюс, ребята, съемки изначально, да, что потом будет что-то вспомнить. Когда проживете какое-то количество лет, скажешь, да вот, да нафиг я женилась, там у тебя замуж выходила. Скажешь, а вот видео посмотри где-то сама. Ручно заявление в ЗАГСе катаешь. Притом из-за себя я сделала. Из-за него только, потому что он очки не взял и нифига не будет. Угу. Вообще, ребята, женитесь аккуратнее, правда, потому что такая канитель. Потом эти все дележки, пилежки там. Так что выберите достойную, предварительно с ней поживите, а потом уже идите в ЗАГС. Регистрация назначена на 4 августа, а на сколько, по времени я вам не скажу. Ну, маленькая такая антрижка. Все ближе к августу узнаете, поэтому смотрите, следите за событиями. Памятка, познакомьтесь с ней. Там что в этой памятке? Ну, познакомьтесь о том, что фото-видео судьи не предотвляется о том, что... Да, мы не нуждаемся. В смысле распитие, а шампанское там... А, за территорией ЗАГСа, пожалуйста. То есть в помещении ЗАГС это делать запрещено. Понятно. За ЗАГСом хоть курнуть можно, да? Да, можете быть свободны. И мне на вашем заявлении нужно от вас еще... Кровью расписаться. Две подписи. Уведомления получили и две подписи подпись Михаил. Вот так вот, ребятки, спустя час мы освободились. Спасибо большое. На все про все должно отводиться время. Вот здесь есть государственная регистрация заключения брака. Прием заявления документов. У нас она получилась не 21, а 121. Потому что там девушка все бегала, у начальницы спрашивала. То заявление одной рукой написано, то потом почерк похожий, то ручка одна. Короче, дурдом полнейший. Мы сейчас поедем, это дело все обмоем. Да, Ленчик? Колечко на память, колечко. Теперь не свободно сердечко. Скажи мне... Обычно говорят, женщины радуются. Тут у нас наоборот. Мужчина рад, прям, до безумия. А женщина совершенно спокойная. Ребят, в Москве радуются женщинам, а не мужчинам. Блядь. Что я его полюбила. И что, дорогие мои друзья, осталось мне самому себе приобрести обручальное кольцо. Волшебством монтажа я перемещаюсь в другое место. Ну все, друзья мои, мы находимся с вами на ювелирном производстве, где сейчас я себе буду изготавливать обручальное кольцо. Выделили 10 грамм золота. Ну 10, конечно, грамм много, но все равно там процесс угара, еще что-то сейчас. Мы это все учтем. Ну, короче, на обручалку примерно понадобится грамма 4 золота 585-й пробы. Все, сейчас мы это сплавим и покажем уже весь процесс изготовления обручального кольца. Так что оставайтесь с нами. А, да, чуть не забыл мне помогать в этом деле, что у меня будет. Денис. Очень приятно. Да, ювелир со стажем. Я тоже, кстати, ювелир 5-го, по-моему, разряда. Ну ладно, все, идем плавить. Мы приступаем к кладке золота. Для этого что нам понадобится? Соответственно, нужна будет изложница. Она сделана из глины. По-моему, это шамотная глина, если мне не изменяет память, да? Тигель, да. Да, тигель. Золото, немножко буры. Ну и, соответственно, ну, эта палочка кварцевая, да, просто перемешивать золото, чтобы металл был однородный. Горелка здесь, а, бензиновая, здесь температура горения 1200 градусов, а температура плавления золота, ребят, 1064, по-моему, градуса. Друзья мои, предварительно все нагревается для того, чтобы вот у нас же в воздухе есть влага. Вот эту влагу надо, чтобы ее не было. Немножко буры туда, чтобы создать стеклянную пленку, чтобы металл не пролезал. Не прилип, да. Мы начинаем ловить. Так, все? Ну, давай, да. Золото сейчас в капельку соберется, смотрите. Достаточно удачно. Да. Вот, ребятки, получилась вот такая вот у нас отливка. Ее надо сейчас нам отбелить. Для отбеления, я не знаю, в чем здесь. Вообще лимонка, лимонная кислота так называемая. Все, ребятки, лимоночки-то все бросаем. Да, и надо маленько прокипятить. Все, сейчас от бура вся эта отстанет, ну и золото будет чистенькое уже. Заготовочка, которую мы пойдем сейчас обкатывать на вольцах. Придавать форму, можно так сказать. Совсем забыли, перед тем, как катать, металл надо отжечь, чтобы металл отпустился. Потому что, когда отливали, кристаллическая решетка, она меняется. И поэтому мы ее должны привести в другое состояние, чтобы можно было прокатывать. Ну и решили, на механических будет быстрее. Поэтому прокатываем. Морды готов и готовы. Ребят, мы опять переходим на ручные вольцы, потому что сейчас мы уже будем вот этой шинке, которая у нас получилась квадратная, придавать форму кольца. Кольцо, которое я хочу уже как бы морально устарело, но все равно мне хочется воздевать своими руками. Поэтому приходится идти на такие жертвы. Все ради вас. Вот, ребята, если видно вам, получается такая сфера. И сейчас мы уже будем путем сдавливания придавать ширину кольцу, которую мы хотим. Ну, у нас по плану 4 миллиметра. Ну, а можно и такое, кстати, оставить. Ничего страшного, сделаем пошире. Шинка наша готова, да, то есть мы уже придали ей форму. И теперь нам надо посчитать, какая длина шинки нам потребуется. Вообще, как бы, есть уже готовые таблицы, да, которые используют ювелир. Я сейчас вам покажу, что вот так вот она выглядит. То есть здесь все уже, как говорится, по этой таблице делается. Ну, для нашего случая это будет 22-ое кольцо, где-то вот 74,1. Ну и все, мы сейчас что делаем? Мы сейчас отпилим края этой шинки, чтобы они ровненькие были. И потом уже отмерим нужную нам длину. И уже будем спаивать. Использовать будем лобзик, ребят. У нас алмазная пилочка. Ее предварительно чуть-чуть надо смазать, потому что они очень хрупкие, эти пилки. Так, ну все, что? Я тут без лёгиков не вижу, правда, ну фигня моя. Так, все, выстреливает размер 74,1. Теперь берем и здесь это все отмечаем. Так, все, засечечка есть. И также теперь ровно ее отпиливаем. Все, ребята, профессия ювелиры очень интересная. Потому что здесь действительно можно все свои фантазии воплотить это в искусство, в красоту, которую потом люди будут носить и тебя же восхвалять. Остаточки убираем. Теперь нам надо это все напильнишком. С одной, с другой стороны. Ну и все, наша шинка готова. Теперь нам надо будет ее, наверное, сначала обработать, да, по краям, чтобы она ровная была. Можно потом. Потом? Сразу согнуть. Ну, давайте мы туда ее согнем. Вот ригель, на котором загибается это все. И паранитовый, да, паранитовый, да, текстолитовый молоток. Почему текстолитовый? Чтобы во время золота мягкий металл. Чтобы когда стукаешь, чтобы не было вмятий. Поэтому потихонечку берем. Ну, сначала можно, конечно, что можно сделать? Руками это все согнуть. Вот эти края, ребят, специально остаются прямые, чтобы ровный стык был во время пайки. Ютуб прикроет, пойду ювелиром работать, вспомню. Что, ребят, спаяем кольцо сидеть? Золотое. Пока вот такое, оно там, куда ровное, красивое. Все, спаять мы все спаяли, ребятки. Теперь нам надо кольцу придать уже в естественную форму. То есть круглая. Вот, представляете, давно всем этим занимался, поэтому руки не действительно помню. Ну, вот уже похоже на обручальное кольцо. Ну, и размерчик самото. И на пальчики красиво смотрится. Ну, и нам остается только сейчас его обработать, довести, кажется, до ума. Сейчас его будем подправлять, ребят. Смотрите, оно здесь вот тоже лежит, как бы оно кривенькое. Покажу вам. Вот так вот. Мы его сейчас будем править. Приспособление такое специальное. Маленькая наковальня. Ну, вот ровненько. Дальше, ребят, надо вот это место, где мы паяли, тоже подзачистить, чтобы оно, ну, пускай, вид имело. Так, ну и все. Приступаем к финишной обработке. Будем уже использовать бормашину, ребят. Так что это, погнали. Все, ребят, мы сейчас приступаем к полировке. Для начала мы отполируем кольцо изнутри. Здесь специально есть такая насадочка, чтобы вам было видно. И потом также отполируем его снаружи. Для этого сюда будем использовать вот есть такая паста, называется паста Гоя. Применяется для полировки. Уже блеск, видите, ребят, поглядься. Ну и все, сейчас его полируем уже с наружной стороны. Так, ну что, нам остается только ультразвуки помыть. От всей грязи. Ребят, вот представьте, вот некоторые в ЗАГС не затянешь, а я еще, блядь, кольцо себе обручальное сам делаю. Конечно, можно было и купить кольцо, ребят, но это не то пальто, понимаете. Вот первый раз в жизни я себе делаю обручальное кольцо своими руками. Поэтому, я думаю, это будет интересно. Ну, для меня это точно интересно, а для вас, я думаю, тоже будет интересно. Ребятки, ну все, колечко наше готово. Жених, жених. Все, дорогие мои друзья, теперь нам только остается поблагодарить нашего сенсея Дениса, да. Спасибо огромное за содействие в изготовлении кольца. Будем тебя помниться, да, дети будут Денисом назовем. Доброе утро.